раз раз сейчас я ждем когда начнется стрим не ну я думаю что он не будет залетать о все сейчас звук рыбил все друзья всем привет его слышно сейчас я друзья всем привет пока это собираемся потихонечку я откручу микрофон потому что как-то я честно говоря у меня на одних часах было без пяти семь а тут я сел за комп а тут уже 7 я думал настроиться настроиться времени не было поэтому настраиваться буду прямо в эфире как ваше настроение как ваши дела все ли получается мне очень нравится что началась движуха началась активность дискорде наконец-то наконец-то вы включились это очень здорово со мной сегодня игорец сейчас игорец скажи ребятам привет 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 мы все-таки решили не использовать два микрофона потому что мы не можем избавиться от эхо потому что сидим очень близко поэтому игорец будет игорца теперь будет слышно хуже намного и когда он захочет что-нибудь вам рассказать я буду просто микрофон двигать в его сторону также гитара к сожалению не будет залетать но зато игорец поиграет для меня так сегодня наша лекция посвящена рендерингу матери вашего материала в сайте и вообще сегодня будет два стрима оба они новичковые поэтому продвинутые ребята к сожалению сегодня будут скучать вот но мы сегодня будем в основном обсуждать кнопки на немножечко теории начнем мы с форма сета а дальше немножко поговорим про пейнтер будет вступительная лекция и уже более продвинутые штуки будем рассматривать воскресенье наверно текстурить канистр тоже будем воскресенье в пятницу у нас проверка первая на первую проверку я жду от вас материал металла я уже вижу там первые работы ну и может быть если у вас есть какие-то какие-то свои работы тоже было бы интересно посмотреть сейчас у меня почему-то стрим выглядит так как будто нет все нормально итак давайте погнали давайте я запущу мармасет сегодня мы соберем в армасете пару материальчиков пробежимся по настройкам но прежде чем мы будем говорить про кнопки хотелось бы немножечко задеть теорию и поговорить про то как в принципе как в принципе работать со светом на самом деле информация информацию эту можно найти в интернете я вам очень рекомендую найти более ну как сказать более расширенную версию информации о том как работать с освещением да как вы потому что в целом на самом деле нету разницы большой там освещаете ли вы там не знаю модель фотостудии или вы освещаете шарик в мармасете принципы одни и те же источники света которые вы создаете в трехмерной графике по своим свойствам очень приближены к реальным поэтому в принципе разницы тут никакой нет все те же самые правила которые чтобы используют фотографы в своих фотосетах все то же самое работает работает и в рендере там будь то мармасет или какой-либо движок неважно для того чтобы быстро как сказать быстро включиться в настройку освещения я предлагаю рассмотреть вариант с трехточечным освещением так называемым я брата тут недавно просмотрел лекцию на ю тубе от каких-то очень молодых и очень прогрессивных чуваков которые говорили что трехточечное освещение не работает вот но но я время от времени натыкаюсь на таких нигилистов ничего страшного в этом нет в общем смысл трехточечного освещения заключается примерно в следующем сейчас я вам покажу диорамку и мы поговорим про нее итак это как бы знаете ход как сказать первый ход до едва е4 который вы используете при освещении чего-либо и от этого уже танцуете вообще настройка освещения будем называть ну как бы light setup да это она называется да если по-английски они бывают совершенно разные эти сетапы но отталкиваются примерно все вот вот от такой схемы значит есть три основных источника света называются они ambient light в некоторых случаях fill light это заполняющий свет это свет от окружения есть кейлайт это основной источник света который создает основные объемы состоит создает основную игру света и тени на вашей модели и ну называется он основной источник света и также есть rim light в некоторых случаях он называется backlight потому что он располагается в сзади подсвечиваемого объекта по-русски он называется рисуй контровой свет да потому что стоит напротив камеры ну не прям на 180 напротив но где-то там за объектом который вы собираетесь подсветить здесь вот схематично я нарисовал как выглядит схема освещения в моей сцене она довольно простая но потом можем поговорить по поводу того как ее можно модифицировать улучшить там или как-то видоизменить и так каким образом получается ambient light вообще если вы когда-нибудь работали с композом то вы знаете что быстро самый быстрый способ получить ambient light это посчитать альбедо всех текстур а потом на композе их немножечко затемнить вот потому что собственно ну основной цвет текстуры немного затемнен и это и есть самый простой самый такой плоский ambient который только может быть вообще по идее это ambient light это отраженный свет не не падающий это отраженный свет от сцены да если мы говорим про съемки внутри какого там какого-то помещения или какого-то павильона да то для того чтобы добиться имбентного освещения обычно используют так называемые softbox это такие размывающие большие большие белые простыни которые эти натягивают на источники света которые рассеивают свет 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 получается максимально мягким без теней и вот такое равномерное освещение вокруг всего объекта без этих без теней и без объемов она и называется ambient light в мармасете как и во многих программах там для рендеринга в качестве ambient light и выступает hdr карта которая ну как бы она по сути дела тут делает то же самое то есть это некая hdr когда там который на 360 градусов развернуто вокруг вашего объекта и которая со всех сторон немножечко по-разному его освещает где-то ярче где-то где-то более тускло но в целом освещение получается очень ровным обратите внимание что если наш объект от рендерин ну освещен только ambient light то он выглядит очень плоским потому что объемы внутри этого объекта как раз начинает читаться тогда когда мы добавляем ну по академическим понятиям игру света и тени внутри этого объекта то есть шарик выглядит шариком только когда там появляется конкретный рисующий цвет или кейлайт кейлайт это уже соответственно лампочка находится она как правило сбоку объекта либо справа либо слева но и у нее есть какой-то градус отклонения от камеры обычно это в пределах 30-50 градусов я здесь подсчитал то есть тут нужно уже смотреть как красивее ляжет тень ну по интенсивности тоже ее нужно подкручивать как правило основной свет кейлайт он наиболее интенсивный в цене в сцене и он начинает уже работать на объемы то есть у вас создается некое световое пятно после чего получаете представление об объеме вашей модели римлайт это контровой свет рис который ставится за камерой для того чтобы подчеркнуть выделить светом края объекта с обратной стороны от кейлайта или с какой-либо другой стороны мы иногда его ставят чуть снизу иногда ставят чуть вверху сверху но вот вы можете обратить внимание что если допустим на эмбент лайте я использую только кейлай только ключевой свет то слева вот если мы посмотрим на вот этот вот оба на вот этот контур моего шарика то мы видим что он как бы прилипает к бэкграунду то есть шарик сам плоский бэкграунд плоский и они слепаются друг с другом ну создается ощущение что они как будто бы находятся на одном слое как только мы добавляем контровой это вот этот вот этот рисующий свет то есть мы светом выделяем контур нашего объекта то он тут же отстает от нашего задника то есть таким образом знаете в в кино и фотографии на английском его еще называется kicker light ну kicker в смысле как раз и смысл в том и заключается чтобы типа ну выпнуть его из как это из бэкграунда из фона вот вот такая вот нехитрая трех лампочная схема да да трехточечная схема освещения которая выигрышная которая работает в 99 процентов случаев ее можно каким-то образом видоизменить под себя да там улучшить или дополнить ну например да у вас может быть не один рим light а может быть два или три то есть кейлайт как как правило всегда один потому что если появляется второй с обратной стороны он становится ну скажем так его интенсивность начинает спорить с первым и ваш объект снова становится плоским но уже не потому что он не подсвечен с определенной стороны он становится плоским потому что он со всех сторон опять подсвечен становится подсвечен одинаково вот поэтому ключевой свет как правило всегда один но вот рим лайтами можно играть по-разному то есть например можно ставить там его снизу сверху сбоку сейчас я вам покажу картинку как подобная схема работает фотографии то есть я не знаю наверняка это тоже с какого-нибудь тутера скачано но тем не менее вот у нас есть модель и у нас есть ключевой свет которые работают на нем справа потом мы добавляем fill light это ambient light который в данном случае ну и вообще в принципе он призван призван на теневой стороне объекта подсветить детали потому что если эмбент если fill light или эмбент light а нет вот например на на примере моего шариком можно увидеть что на теневой стороне просто отсутствие информации шарик абсолютно черный вот как раз чтобы этой черноты избежать для этого у нас и существует эмбент light если мы посмотрим опять вернемся к этой картинке и обратим внимание фотографии очень часто используется такой термин как hair light это свет который под подсвечивает волосы и точно таким же образом он отлепляет их от фона вот смотрите на картинке справа у нас волосы слипаются с фоном на картинке слева волосы подсвечены контуром и таким образом они отстают ну отстают от задника грубо говоря по сути дела hair light в нашем понимании является еще одним римлайтом который стоит просто сверху да и подсвечивает вот эту модель сверху и кикер лайт конкретно вот здесь добавляет он стоит причем здесь в данном случае он стоит с той же стороны что и кейлайт но он подсвечивает голову модели справа еще сильнее как сказать выйди подчеркивая контраст между лицом и бэкграундом то есть здесь например в данной схеме кейлайт и римлайт смотрит кикер лайт стоят с одной и той же стороны вот в принципе это такие основы основ которые стоит знать перед тем как что-либо освещать соответственно попробуйте сначала прийти вот такой схеме когда будете рендерить свои материалы и потом уже от этого попробовать поэкспериментировать что еще стоит отметить это то что есть такая есть такой прием это игорец как это сказать по ну как бы когда играют с теплым и холодным светом живописность игорец говорит что это живописность ну в общем есть такой прием вы можете подкрашивать ваши источники освещения и таким образом играть не только на контрастах между ними но и также играть на на оттенки между этими источниками освещения так например кейлайт который ну вот например на 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 природе на улице сейчас дай секундочку на природе на улице кейлайт это солнце да как правило он солнце оно тепло ну как бы дает теплые теплое освещение а тени они холодные например да или какой если как у нас есть какое-то освещение освещение извне оно будет более холодное чем 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 солнечное вот и на на разнице между вот этими оттенками теплым и холодным тоже можно очень хорошо сыграть сделать ваш ваше освещение чуть более живописным но этих примеров я думаю вы видели миллион там фильмах очень часто используется когда римлайт там то есть и контровой свет подсвечивает там лицо персонажа создавая такую холодную кромку да по контуру его головы окейлайт там допустим чуть чуть более теплый и создает такой очень приятный теплый ламповый свет горец я уже да я уже повторился что хотел сказать и горец поэтому вот и так да вряд ли для кого-то на самом деле но вдруг итак давайте тогда теперь я просто показал здесь да типа каким оттенком вот конкретно в данном примере какой оттенок у ключевого света у кейлайта можете срисовать цифры и какой оттенок у римлайта у меня в данном случае видите да что кейлайт у меня чуть теплее римлайта чуть холоднее итак я хотел добавить ребят сначала вы учитесь ставить свет просто на на белом свете но вообще когда вы разбавляете есть основной источник света например на теплый контровой источник света лучше делать холодным и наоборот иногда это да ну дает очень крутой драматический эффект если у вас один холодный свет например основной а сзади в абсолютно теплой картинке ну в общем это основа живописности очень простые в сочетании в работе друг с другом холодного и теплого и в этом эта штука которую художник учится много лет не стоит беспокоиться если поначалу не получается но просто намотайте на ус круто работает когда основной источник света например теплый а контровой холодно либо наоборот так погнали к нашим любимым кнопкам теперь мармасет давайте пока поговорим опосредованно от освещения поговорим про то как собираются материалы потому что я помню что в первый на первой лекции было много вопросов по поводу того как настраивать раф нас как работать с дисплейсментом и так далее я соберу два материала один это наш материал краски который мы делали ну правда свой вариант который я делал до там с ржавчиной со всеми делами а еще я соберу кирпич потому что потому что в материале краски нет дисплейсмент нет дисплейсмента мне было бы неплохо показать его ну как его настраивать смысле так для того чтобы настроить материал мне нужно сначала загрузить какую-то модель в качестве модели я использую сферу вот у меня папочка с моим рабочим проектом вот моя сфера я перетаскиваю ну типа как им портить очень просто просто берете и бэкс перетаскиваете вот сюда здесь вот у нас есть аутлайнер в котором в общем-то ображая отображается все элементы присутствующие в моей сцене это у нас настройки рендера это у нас настройки камеры это у нас настройки небо оно оно же hdr карта вот это только что привлете прилетевшие в сцену прилетевшую сцену шарик на котором мы собираемся показывать нашим материалы что стоит оговорить сразу это то что когда вы импортите допустим какую-то сферу для превью в мармасет импортите ну не жалейте полигонов на нее потому что если я вам потом что потом покажу что произойдет с низкополигональной сферой когда вы будете настраивать на ней дисплейсмен но для примера я вот ее здесь создал импортирую в сцену меня есть вот такая теперь низкополигональная сцена сфера здесь давайте я чуть под увеличу ее размер вот так и я сейчас я пока скрою но просто потом покажу вам почему так делать не стоит глазик соответственно ну типа замочек блокирует наш объект не давая на моему его больше никак видоизменять вращать или перемещать глазик скрывает отображает далее нам нужно создать новый материал новый материал создается вот таким вот вот такой вот кнопкой create new material здесь есть пресеты для ну скажем так для разного для разных типов материалов есть пресет настроенный специально под unreal 4 есть такие квикселевские пресеты и так далее в общем здесь можно пока то покопаться в том числе вы можете скачать какой-то самописный шейдер откуда-нибудь и загрузить его в мармасет ну то есть шейдеров их много пишут они там валяются на всяких гамроудов много из них бесплатные поэтому когда вдруг вы уплётесь в то что ну скажем дойдете до нужд вы можете погуглить пошерстить какие вообще пишут материалы для мармасета но в целом для того чтобы отрендерить здесь там 99 и 9 процентов всех твердых поверхностей металлических или диэлектриков достаточно стандартного материала потому что он очень гибкий очень настраиваемый теперь давайте перейдем к настройкам значит я удалю здесь все лишнее оставлю вот наш материал назову его пейн пейнтед металл и вкину на этот шарик ну на всякий случай а то вдруг не это не применен и так вот папочка с моими картами это карты которые выглядят ну в пайплайне металли крафт нас соответственно вот как они выходили у нас из как они вышли у нас из substance дизайнера так они сюда и пришли то есть и по каждая карточка находится каждый канал находится в своей отдельной текстурной карте потом я еще покажу как собирать текстуры когда у вас несколько каналов в одной текстурной карте например вот кирпич который создан для для анрила здесь в одной карте находится металли крафт нас ambient occlusion они просто в разных каналах здесь можно посмотреть по названию в красном канале ambient occlusion потом в зеленом rough нас и в голубом металлик и так начнем с простого первое что он хочет это normal map normal map вот значит здесь у нас есть здесь у нас есть слоты под наши карты которые мы хотим сюда загрузить значит первое первый слот у нас normal map тут все просто просто перетаскиваем нашу текстуру в слот normal map а и вот он применился что тут стоит учитывать это то что marmoset работает в формате open g l поэтому если вы экспортировали вашу normal map из дизайнера в формате direct x то либо вам нужно руками инвертировать зеленый канал либо вам нужно переделать формат вашего normal map of substance дизайнере либо и это уже предусмотрено конкретно здесь для вас у вас есть возможность инвертить каналы этой карты вот этими галочками можете инвертить x y или z соответственно если ваш normal map пришел в marmoset формате direct x для того чтобы он отображался здесь корректно вам нужно инвертировать зеленый канал то есть flip y здесь это не очень очевидно вот поэтому пятно можно заметить ошибку что пятно выглядит некорректно потому что ржавчина должна быть в вдавленной она сейчас выглядит так как она выглядит так как будто бы она выдавленная но я думаю что на кирпиче будет более заметно я сейчас подгружу сюда normal кирпича и вот вы увидите что у меня швы вылезают и хотя должны быть вдавленными так я инвертирую канал зеленый канал и теперь мой normal map выглядит окей давайте вернусь к краске далее соответственно если вы используете на этой модели не не танген спейс нормале а вы используете карту object space normal для этого тоже тоже есть галочка вы можете ее нажать и он будет воспринимать эту карту как object space normal сейчас этот результат выглядит некорректно так как у меня танген спейс далее как мы помним есть такая категория карт под общим названием microsurface это либо roughness либо gloss в зависимости от нашего пайплайна по умолчанию в substance дизайне о господи в мармасете используется карта карта glossness о ничего себе ты видел да а я не видела просто у меня честно говоря я мармасет обновил относительно недавно у меня был была версия 3.0 где этого не было по-моему у меня была галочка короче не сбиваемся вот этот вот значит слот у нас идет под под карту glossness так как у меня раньше был мармасет версии 3.0 а я недавно его обновил до 3.0 5 у меня есть ощущение что раньше этого не было но я могу врать мне так кажется как было раньше если у вас мармасет более ранней версии до 3.0 5 сейчас он хочет от вас карту glossness а у вас карта roughness давайте я засуну сюда карту карту roughness и для того чтобы из roughness мне нужно сделать glossness мне нужно получается ее инвертить и для этого как раз здесь есть галочка invert вот нажимаем галочку invert и теперь мой roughness отображается корректно сейчас вася привет сейчас они добавили видимо эту функцию сюда который я не знал вы можете ткнуть на вот этот раскрывающийся список и вместо вместо глосса выбрать roughness тогда вам ничего не придется инвертить тогда у вас и так все работает корректно в принципе это то же самое ну то есть прям такой критичный критичной необходимости добавлять именно roughness сюда не было потому что эта галочка она никуда не делась она здесь и так есть ну то есть вы можете сделать и так и так вы можете оставить глосса инвертнуть или переключиться на roughness и не инвертить и также здесь есть общая крутилка глосс которая позволяет вам как это сказать перезаписывать ваше значение roughness а то есть допустим здесь у вас уже есть ваш ваша карта в том виде в котором вы ее вытащили из substance designer и еще вот эта дополнительная крутилка которая эту карту делает темнее или светлее на самой карте это не ображать не отображается вот здесь в превьюшке но как вы видите в в вьюпорте мармы сама краска становится более глянцевой когда я скручиваю это значение вот это обновление это точно обновили так обновили и так все оставлю как есть теперь перейдем к альбедос альбедо у нас все просто опять же мы берем нашу карточку перетаскиваем сюда единственное что стоит на что стоит обратить внимание это вот на вот этот вот параметр color сейчас по умолчанию в материале он серого цвета и это тот цвет который либо отображается на вашем материале в том случае если вы не используете текстурную карту либо этот цвет кладется мультиплаем поверх вашей текстурной карты которые вы сюда загрузили то есть моя текстурная карта сейчас выглядит очень темный потому что вот этот вот но диффузный цвет который здесь указан не белый если мы используем текстурную карту нам нужно этот цвет переключить на белый вот так иначе видите он будет затемняться также если здесь будет указан не си не серый цвет и какой-то цветной но например красный этот красный будет подмешиваться в краску таким образом мы можем ее тонировать это как бы не особо то и нужно но вдруг мало ли итак в данном в данном случае чтобы видеть оригинал текстуры мне нужен белый цвет как я уже говорил жмем ok что ну да иногда если вы не хотите цветокорректить в дизайнере а вы хотите быстренько посмотреть как эта краска будет ну покорректить ее здесь вот можно взять какой-нибудь там чуть-чуть ее пожелтить или наоборот покраснить или там сделать и наоборот увести там в еще более глубокий синий цвет на что-нибудь такое то есть так это обычно настраивают итак дальше у нас дальше у нас так давайте я переткну на раф нас у нас здесь категория карт который называется рефлективити рефлективити как мы помним это коэффициент отражения по умолчанию так как материал мармасета настроен на пайплайн спекуляр глосс нас нам нужно переключить рефлективити со спекуляра на метал нас и в том случае если мы используем карту метал нас здесь вот я щелкаю сюда и щелкаю на метал нас и вот он нам предлагает использовать нашу карту метал нас самой карты нет но здесь есть крутилка которая позволяет вам перезаписывать значение вашей карты ну или допустим указывать его в том случае если карточку вы все-таки не используете метал нас единицы это металл метал нас 0 это не металл соответственно вы можете не если допустим вы имеете дело с чистым диэлектриком вы можете не использовать эту карту вы можете просто крутить эту крутилку переставляю с единицы на ноль там в том плане что и собственно дизайнера мы экспортили черную заглушку размером 16 на 16 чтобы использовать ее там допустим в движке или в собственно с пейнтере в качестве метал нас карты вот типа здесь это если мы хотим просто отрендерить материал в мармасете это не обязательно делать но в моем материале карта метал нас присутствует она выглядит вот таким образом и эта маска для маленьких-маленьких металлических таких пятнышек которые присутствуют вот внутри этой ржавчины то есть у меня есть ржавчина и это ржавчина вот видите кое-где протерта протерта до металла то есть вот таких местах поэтому карту метал нас я все же использую поэтому я беру мою как на карту метал нас и перетаскиваю сюда бум теперь теперь свойства металласа управляет уже карта они вот эта настройка настройка более не работает также но на всякий случай вдруг вы используете какую-то кастомную кастомную карту есть галочка invert на на тот случай если эта маска ну допустим вашим рабочим движке не черно-белая а белый черная что ползунок нет а они меняются только да точно они работают но она меняется только там где металл он не уверайдит не металл ну окей да обратите внимание я что-то не обратил внимание вот вот в этих местах когда я дергаю этот ползунок даже присутствующий карте метал нас он влияет то есть металл нас если мы используем он все-таки должен станет не единицы для того чтобы те места которые по маске указаны как металл начинали блестеть как металл блик вот ловлю так далее далее у нас есть несколько дополнительных водных каналов я честно говоря не все их знаю потому что мне кажется что secondary reflections вообще был такой мы не будем его трогать потому что мы эти я честно говоря не вполне знаю что такое у меня такое ощущение что это то что в обнову добавилось надо почитать ambient occlusion это наш ambient occlusion мы конкретно здесь используем эту карту и для того чтобы она была задействована вот здесь во вьюпорте мы должны перейти вот здесь открыть открывающийся ambient occlusion и сказать что мы будем использовать ambient occlusion в этом материале бум и он мне предлагает добавить occlusion мапа кавити мап ну кавити мап это в данном случае помните мы на первой лекции с вами обсуждали что в разных в разных софтах ну там грубо говоря разработчики сами немножко путаются и в разных софтах они разные карты называют карты кавити где-то карту currature называют кавити по по ошибке ну не то что по ошибке а типа как вариант вот а где-то кавити карты кавити называют 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 более тонкий более микро микро дисперсный этот ambient occlusion вот и конкретно здесь как раз имеется ввиду второе вот но у нас этой карты нет поэтому мы ее не используем галочку с ее использования включал вот ambient occlusion у нас есть беру свою карту и перетаскиваю сюда вуаля у нас есть ambient occlusion бум также здесь есть крутилка которая позволяет вам делать это ну делать этот канал более прозрачным или менее прозрачным то есть в ноль я выключил влияние ambient occlusion в материале один я включила влияние ambient occlusion в материале вот можно подергать кроме того у нас есть альфа про альфу мы сейчас не будем разговаривать мы ее оставим на потом когда мы будем делать материал стекла эмиссив ну тут все просто единственное что хотел бы указать у меня нету под рукой карты эмиссив к сожалению но это да мы уже рассказывали да как вы помните это карта свечения сейчас я еще раз покажу слайдик на всякий случай чтобы точно все вспомнили это карта свечения и как я вам рассказывал ее можно ну и и по-разному используют иногда она бывает цветная иногда она бывает черно-белая если она черно-белая мы не можем выбирать мы можем выбрать цвет нашего свечения на весь материал только если она цветная то у нас в одном материале могут быть свечения разных цветов конкретно в мармасете предусмотрены такой и такой вариант то есть например если вы подгружаете в этот канал в карту эмиссив черно-белую карту то цвет свечения вы можете выбирать вот здесь в настройке color если вы подгружаете сюда цветную карту то вы в качестве цвета свечения оставляете белый и тогда если здесь карта цветная цвет этого свечения начинает зависеть от того что у вас нарисовано в вашей карте эмиссив эмиссив также здесь есть интенсивность чем больше свечения тем больше свечения окей конкретно здесь мы это использовать не будем поэтому я поставлю но также у нас есть такое понятие как настрой настройки тайлинга но я думаю тут все как бы в курсе что это такое но находится это вот здесь на всякий случай расскажу это наш глобальный тайлинг то есть когда наша карта будет талиться по всему материалу там по оси ю и по оси в соответственно я могу чуть-чуть поднять то есть сейчас например смотрите сейчас на шарике эта текстура выглядит довольно крупновастой на в оригинале она у меня выглядит мельче поэтому я могу здесь так как текстуру таялище если я могу поставить здесь допустим 1.5 или 1.6 что-нибудь такое и вообще 2 нет это восемь от так теперь у нас есть тайлинг по ю и тайлинг по ви зачем это нужно и смотрите когда я применяю текстуру на шарик так как маппинг у шарика довольно специфический у у меня в некоторых местах особенно которые отступают от экватора и идут поближе к или наоборот да наверное поближе к экватору все начинают короче у меня возникают вот такие вот потяги ну то есть вы видите что здесь текстура немножко растягивается по горизонтали вот как раз для того чтобы это побороть я могу крутить не вот этот вот тайлинг я могу оставить этот тайлинг на уровне одного например или давайте оставим окей двух вот а я могу покрутить тайлинг по одной из осей например я могу покрутить тайлинг по ви и таким образом поправить как раз вот этот косяк с растягиванием текстуры на экваторе поставить здесь где-то ну например 1.5 я думаю будет достаточно тут нужно обратить внимание что даже если наша текстура тайлится если я поставлю тайлинг не целое число а допустим 1.5 то в какой-то на какой-то стороне шарика должен появиться шов я его честно говоря сейчас не вижу особо наверно потому что полтора и полтора что ли перемножаются давайте 1.2 или просто на такой материал крутой что шов незаметен игорец ты видишь шов у меня что материал который а вот он вот нет что материал который талится вообще как хочешь короче здесь его видимо плохо видно но его будет отлично видно на кирпиче дойдем до кирпича покажу короче желательно не делать не целое значение или если вы делаете целое значение точнее не так делать то можно просто следите за тем чтобы шов был повернут от камеры чтобы он находился где-нибудь сзади чтобы он не палился короче так давайте я верну здесь 1.5 а здесь 1.2 окей отлично оставим так мне нравится вот шов вот наконец-то я его нашел вот он потому что это потому что у меня в глобальном тайлинге стоит 1.2 вот соответственно мне нужно его отвернуть по поводу настройки материалов я думаю что это все смотрите здесь и не затрубил давай давайте тогда сразу сразу к этому перейдем чтобы ну я просто хотел чуть позже но я думаю что это можно и сейчас рассказать теперь по поводу того если я допустим хочу быстро быстро создать ну как бы у меня уже настроен мы еще не настраивали здесь освещение понятное дело но если я хочу рендерить несколько материалов одной сцене то есть ну вот например я знаю что василина точно так делает давать у тебя же одна сцена настроена и ты просто туда затаскиваешь текстуры вот ну и немножко может быть подкручиваешь свет в зависимости от ситуации так вот это я могу могу быстро сдублировать этот материал как ну чтобы не забивать сюда все эти настройки заново соответственно я выбираю материал control d нажимаю нет не работает тогда правой кнопкой и дубликейт а может быть дубликейт я нажал что ли делит до дубликейт вот и соответственно вот да вот он дублируется давайте я назову этот материал брик и сейчас соберу новый материал кирпича попутно объясняя зачем нужны вот эти крутилки с каналами давайте представим что у меня есть некая карта пардон которая в которой в разных каналах находятся разные текстурные карточки но это я уже показывал и так смотрите в этом материале с кирпичом запихиваем сюда в альбедо альбедо кирпича в нормал нормал кирпича давайте я применю к сюда чтобы видеть как он подменяется и на этом все дальше остальные у меня карта находится ambient occlusion ну по карту я подписываю так а о рав metal ну то есть очередность такая же как в каналах просто чтобы не запутаться потому что я честно говоря до сих пор не могу запомнить как я там что назначил вот соответственно эта карта пойдет и в metal нас и в rough нас и в ambient occlusion одна и та же карта но мне нужно здесь выбрать правильные каналы и так rough нас у меня находится в голубого в зеленом канале поэтому здесь я выбираю вместо rg давайте покажу пока на и горец горит покажи по каналам давайте я открою эту текстурку фотошопе и просто пощелкаю каналы вдруг кто не понимает что происходит и так вот карта вот канала в красном канале у меня ну так как все эти карты черно-белые я могу их объединить в одну карту в одну карту во имя оптимизации да во славу оптимизации соответственно аминь в красном канале у меня ambient occlusion здесь у меня rough нас здесь у меня metal нас ну у кирпича нету metal нас но тем не менее и соответственно вот здесь вот в мармасете я указываю что ambient occlusion ой в смысле rough нас в зеленом канале metal нас в каком в голубом канале и ambient occlusion в красном канале и теперь у меня эта цветная карта работает корректно для этого нужны вот эти переключалки по каналам теперь давайте я верну краску а нет давайте теперь раз уж мы не настраиваем освещение мы говорим только про материалы давайте теперь пройдемся по дисплейсменту для чего нужно ну типа как включить дисплейсмент дисплейсмент это у нас соответственно автоматическая тесселяция мы помним да когда полигонаж наворачивается на наш шарик и эти полигоны начинают выдавливаться или вдавливаться по карте hide так карта hide у меня вот у этого кирпича и так куда ее добавлять раз ну категория дисплейсмент находится вот здесь нажимаем щелкаем нажимаем по карте hide тут есть еще какой-то вектор дисплейсмент я с ним не работал ты знаешь такое вектор и горец тоже не знаешь такое вектор дисплейсмент пихаем а помнишь эту штуку где чуваки из плейна выдавливали ухо темное ну то есть это не тоже дисплейсмент я тюнис он как норму он может еще раз а не я такого нет я такого не знаю итак берем наш hide и запихиваем вот сюда ну и сразу видим отличный результат где тут кнопка отправить на артстейшн короче что пошло не так во первых у нас сейчас ну как бы нет теселяции поэтому у нас очень мало полигонов поэтому кирпичи они такие очень и очень грубые получились вот ну и кроме того наш дисплейсмент очень и очень интенсивный поэтому интенсивность дисплейсмента выставляется вот здесь это параметр scale соответственно мы можем его делать чуть интенсивнее чуть менее интенсивнее да у кого видеокарты Radeon да ведь по-моему Radeon у кого видеокарты Radeon ну простите эта лекция не для вас потому что я не знаю почему по какой-то причине дисплейсмент теселяция не работает на Radeon это только GeForce там во-первых война между власти и Геной они соревноваться со своим металлом да я не знаю кого выбрать я обоих люблю Игорец говорит что война блин у тебя нет микрофона и я забываю что тебя не слышно короче для того чтобы увеличить дисплейсмент нам нужна вторая категория которая называется subdivision то бишь subdivision переведи нет не переводится ну количество количество сабдивов короче разбиений на на более мелкие полигоны итак у нас есть здесь две категории это Flat и PN Triangles для того чтобы понять в чем разница мне нужно показать сетку чтобы показать сетку мне нужно перейти в настройки рендера и сказать па 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 Горец в настройках рендера да сетка показывается? да да в настройках сцены в настройках сцены по-моему нет сейчас мы вспомним где это делается потому что это каждый раз как первый раз а вот она не так часто нужно смотреть секту да не так часто нужно смотреть секту поэтому забывает итак вот отображение сетки мы к этому потом вернемся я покажу что тут как Итак, тесселяция Если мы выбираем flat То Видите, полигоны создаются Ну, во время тесселяции Полигоны создаются Преимущественно квадратные Если я нажимаю PN angles Блин, то же самое, что такое? Может она больше Плоскопила? Нет Тогда я не знаю, что это такое И я вам расскажу либо в следующий раз, либо не расскажу Потому что я обычно просто выставляю PN angles И не помню Это, короче говоря, два разных алгоритма, которые явно по-разному действуют Только, честно говоря, я думал, что это Происходит как в Unreal Потому что там по-разному По-моему, создаются сами По-разному немножко тесселируются А здесь оно что-то щелкается Но при этом сетка не меняется Ну, тогда это не суть важно Друзья, тогда какой бы вам больше нравится Такой и выставляем Где Так, еще раз Угу Итак Здесь у нас Здесь мы выбираем степень нашей тесселяции Соответственно, чем больше у нас тесселяции Тем больше у нас полигонов Ну и здесь Смутность, сглаженность, что ли, этой тесселяции Соответственно, чем она больше Тем он дает более гладкий результат Что тут стоит и говорить Что Иногда бывает такое Что если ваша сфера слишком Если в вашей изначальной сфере слишком мало полигонов Вот этот параметр очень быстро доходит до какого-то лимита И дальше перестает увеличивать количество полигонов Сейчас я скрою эту сферу И покажу мою низкополигональную сферу Кину на нее материал кирпича О, блин, она еще Она еще и с хардами, да Вот И вы видите, что я тесселяцию поставил уже 2048 А сетка у меня все еще недостаточно плотная Для того, чтобы нормально отыграть вот этот кирпич То есть у меня на кромках этого кирпича идет вот этот вот забор Вот как раз для этого Когда вы что-то Ну, если вы, допустим, рендерите какой-то шейдер-бол Ну, позаботьтесь о том, чтобы Во-первых, у него не было хардов Потому что там, где харды Там на дисплейсменте происходят вот такие вот разрывы Во-вторых, это для того, чтобы Ну, позаботьтесь о том, чтобы в вашей сфере Уже было достаточное количество полигонов Для последующей тесселяции Потому что, честно говоря, мне даже вот в этой не совсем хватает Я бы ее еще немножечко бы тесселировал На уровне fbx Хотя здесь довольно плотно все Итак, у нас есть количество полигонов У нас есть сила выдавливания И scale-center это параметр, который указывает Ну, вы понимаете, да, что выдавливание происходит как наружу, так и вовнутрь И scale-center это как раз точка, относительно которой он выдавливает или вдавливает что-либо Если scale-center единица, то он будет только вдавливать по дисплейсменту Если 0, то только выдавливать А если 0,5, он будет и вдавливать, и выдавливать Относительно того, что происходит в вашей карте дисплейсмента Окей Теперь давайте разберемся с освещением Так, вов-поле сферу я отсюда удалю Вот, оставлю только эту Верну материал краски, чтобы он не был таким, этим Таким тяжелым Давайте сохранимся Куда-нибудь вот сюда в корень я сохраню свою сцену на всякий случай Назовем ее как-нибудь там типа matrender Окей Теперь Как настраивается эмбентное освещение? Она же HDR-карта, про которую я уже говорил Это все находится вот здесь, в категории sky Соответственно, мы можем отключать видимость нашего неба Или включать видимость нашего неба Так как он единственный источник освещения на данный момент в сцене Когда его отключаем, мы видим черную картинку перед глазами Когда включаем, видим то, что видим Здесь есть несколько настроек, которые позволяют вам настроить внешний вид вашего заднего фона Такие как, например, вы можете сделать его ярче, интенсивнее Или вы можете... Child Light Brightness Это, видимо, те лампочки, которые входят в группу Потом к этому вернемся Или мы можем, допустим, сделать темнее или светлее ваш фон Не трогая при этом интенсивность самого источника освещения То есть самого неба Мы можем разблюрить этот фон Сейчас, допустим, здесь в категории мы можем выбрать, что он будет отображать нам нашу HDR-карту В таком случае у нас включается второй ползунок Это Backdrop Blur При помощи которого мы... Ой, пардон Blur Sky При помощи которого мы можем разблюривать эту карту Или делать ее более четко Если у нас здесь выбран Sky То у нас этот ползунок перестает работать Он показывает HDR-ку максимальной четкости, какой он может Ambient Sky Это он показывает максимально размытую карту А Blur Sky это, соответственно, что-то среднее между Ambient Sky и Sky Только у нас начинает работать вот этот ползунок Который позволяет нам добавить блюра или убрать блюра И также у нас есть флотовый цвет Если мы переставим на режим Color Он будет в качестве Back отображать тот цвет, который мы выберем вот в этом Color Picker Соответственно, мы можем Back делать потемнее, посветлее Можем давать ему какой-то тон и так далее Мне кажется, что интереснее выглядит, ну, когда презентуют материал Интереснее всего выглядит максимально размытый задник Причем этот задник должен немножечко играть на этот материал Ну, то есть в зависимости от того, какого, как сказать, какого оттенка ваш материал В зависимости от того, будет, ну, как сказать, более эффектно выбрать Хорошо сочетающуюся с этим материалом HDR-карту То есть просто для этого нужно пощелкать Выбираются они вот здесь, нажимаем на кнопку Presets У нас открывается список наших HDR-к Его можно дополнять, качая их из интернета со всяких разных сайтов Но, в принципе, набор здесь и так по умолчанию неплохой И просто нужно пощелкать, найти что-то интересное конкретно под материал То есть какие-то материалы интереснее смотрятся там с теплыми HDR-ками В которых максимально низкие контрасты в освещении Какие-то смотрятся, наоборот, с резкими контрастами То есть просто поэкспериментируйте Ну, давайте найдем что-нибудь для нашей сферы Здесь, вот, например, смотрите, это очень контрастная HDR-ка, да, комната И она настолько контрастная, что здесь свет, который, по идее, должен работать как Ambient Работает практически как Keylight Если я подворачиваю его таким образом, что окно находится в том месте, где, по идее, должен находиться Keylight Мы, по сути дела, этот шарик видим так, как будто бы это не Ambient Ну, то есть, поэтому, если слишком высокий контраст вам Если вы выбираете HDR-ку слишком большим контрастом Вам, возможно, придется подумать о том, как подстроить под это дело ваш сетап Давайте выберем такую, максимально ее размоем И немножечко опустим яркость По поводу яркости Когда мы снижаем яркость, общий фон становится темнее И, ну, увеличивается таким образом контрастность между самой HDR-кой и, ну, самим Back'ом и вашим материалом И таким образом ваш материал начинает выделяться, еще сильнее отлипать от фона Перебарщивать с этим не стоит Мне не нравится, например, когда материалы рендерятся на черном фоне Мне кажется, что это выглядит скучновасто Вот, то есть, какое-то мыло классное на заднем фоне всегда работает в плюс Вот, но главное, чтобы оно по своей яркости не спорило с вашим материалом Или, допустим, спорило наоборот в плюс Если ваш материал слишком темный Возможно, в некоторых случаях имеет смысл поискать контрастность наоборот На, ну, как бы, обратную То есть, чтобы фон был светлым и материал был темным Допустим, если вы работаете с каким-нибудь, там, не знаю, черной резиной Показать ее на светлом сером фоне Вопрос из чата Будет о том, как делать крутящиеся гифки из мармасета А я не знаю, как делать крутящиеся гифки из мармасета Мне кажется, что это просто какая-то прога, которая гифмейкер Да, то есть, в самом мармасете, по-моему, нет функционала, который делает гифки В мармасете есть функционал, который делает скрины И об этом, да, я расскажу А гифки, мне кажется, это, знаете, просто берут какую-то прогу Которая снимает гифки с экрана И просто мышкой двигают свет в Marmoset И захватывают с экрана эту гибку Поэтому как-то так И так Погнали дальше С настройками неба мы разобрались Ambient мы хороший получили Сейчас я еще немножечко его Хорошо работает, кстати, Ambient Sky Вот смотрите, Blur Sky Он создает такие пятна Немного Немного слишком контрастные То есть здесь у меня Пятно слишком светлое То есть на этой контрастности Мне хочется остановиться На этом световом значении А вот здесь у меня уже такой черный залип Который мне наоборот хочется высветлить Если я начинаю повышать яркость HDR, то получается, что здесь Она уже получается слишком светлая Поэтому возможно в некоторых случаях Ambient Sky работает чуть получше Он такой более мягкий Более равномерный И уменьшив его яркость целиком Я могу получить что-то как раз приемлемое Слушайте, наверное, ребят Я на самом деле не то, чтобы прям, знаете Там, типа, прям супер, как это сказать Супер прошаренный парень в армасете Я знаю его функционал Ну процентов на 70 Остальные 30 для меня как бы скрыты Как, наверное, для большинства пользователей Поэтому если я вдруг чего-то не знаю И не умею Пардонтис Вот, да, давайте Что там говорили Вот, видео, да, нашел Но я не вижу здесь гифок Я в выводе видео вижу только это Можно вывести в PNG, наверное А потом собрать из этого гифку, что ли Ладно, сейчас не об этом Давайте перейдем к настройкам освещения С небом мы разобрались Теперь давайте посмотрим Как создаются источники освещения Источники освещения создаются следующим образом Вот здесь есть лампочка Щелкаем на нее В сцене появляется новый источник освещения Это первый способ Второй способ создать источник освещения Это перейти в настройки нашего неба И ткнуть по какой-то точке на этой HDR И когда мы тыкаем по какой-то области на этой HDR ну например вот здесь я щелкну у меня в сцене создается источник освещения сейчас я его найду вот он он внутри сферы он создается в нуле координат я могу его немного отодвинуть по умолчанию этот источник освещения как сказать тип этого источника освещения direct ну то есть кто там знает как как какие бывают источники освещения в трехмерке да есть point light это свет во все стороны direct light это направленный свет с одной стороны spotlight это пучок света выпущенные с точки в определенную сторону с расширяющимся конусом здесь это все то же самое есть тип света выбирается вот здесь вот у нас directional omni это point light и spot это у нас конус это и по умолчанию источник света который создается любой он у него тип это direct direct у нас имитирует соответственно прямое прямые солнечные лучи когда я щелкаю когда я щелкаю вот сюда на в мою hdr-ку в любую из ее мест у меня создается источник освещения причем нужно отметить что этот источник освещения повернут в правильном направлении что значит в правильном направлении это значит что если я включу включу сейчас мою hdr-ку вы можете видеть что эта точка на которой я создал мой источник освещения находится ровно как бы за ним где-то вот там и источник освещения получается что у него угол правильный то есть на какую точку я показал на hdr-ке с этой точки он лампочку мне создал этот источник освещения который я создал ткнув на hdr-ку вот здесь создается под небом ну как бы то есть видите он как бы сгруппирован с небом что это значит это значит что когда я начну вращать мою hdr-ку вращать hdr-ку с шифтом shift и правая кнопка мыши будет поворачиваться моя hdr-ка и будет поворачиваться мой источник освещения таким образом у меня никогда не получится ситуации при которой вот я сейчас вытащу из группы вытаскивать ее из группы это просто левая левая кнопка мыши вот я вытащил ее из группы и теперь когда я начну вращать мою hdr-ку с шифтом вы видите что hdr-ка вращается и источник освещения стоит на месте это не очень здорово потому что в какой-то момент у меня hdr-ка может спорить с моим direct light то есть например на hdr-ке будет теневая сторона какая-нибудь вот вот это вот и вот из этих вот темных кустов будет светить вот этот вот этот директ чтобы этого не происходило вот этого конфликта желательно те источники освещения которые были созданы и привязаны к этой hdr-ке держать в группе с ней также он захватывает цвет то есть вот я щелкнул на hdr-ку и источник освещения сразу подкрашен в какой-то какой ну в цвет который он взял с вот этой текстуры сейчас это значение очень маленькая да мы можно его будет впоследствии увеличить или как-то поменять но тем не менее просто знаете о том что цвет он тоже берет далее про источники освещения давайте назовем этот этот источник освещения key light итак какие настройки у него есть помимо у него есть яркость которую мы можем делать побольше поменьше у него есть дистанция это то насколько он удален от этого объекта почему-то это крутилка видимо должна работать с другим типом источника освещения затухание этот ну затухание это такая штука насколько источник света становится менее интенсивным в зависимости от расстояния если у него опять же если здесь если бы здесь стояло мне это бы штука работала бы лучше то есть вы видите да что если затухание единицы то свет начинает затухать быстро если затухание 0 то он не затухает вообще если даже вы освещаете большую сцену он будет там распространяться так далеко как он как как сможет не помню значение по умолчанию shadow offset и смещение тени нафиг не надо шейп теперь по поводу шейпа ну давайте сейчас я настрою key light и когда я буду рассказывать про рим light я как раз расскажу про про шейп так как мы помним key light у нас сейчас подсвечивает объект с одной из сторон но для того чтобы понять с какой именно сторонам будет его подсвечивать мне нужно создать рабочую камеру потому что сейчас у меня камера свободная я перемещаю кручу ее как хочу вот обычно я в сцене создаю еще одну камеру которую лочу ну то есть я не даю ей перемещаться для того чтобы когда я например делаю скриншоты все мои шарики находились в одном и том же положении но это удобно вот как создать новую камеру соответственно вот здесь есть кнопочка new camera создаем камеру называем ее рендер камера окей и выбирать эту камеру мы можем в раскрывающемся списке вот здесь переключаться между между ними это наша основная камера которую я кручу верчу как хочу и вот это наша рендер камера которую я хочу один раз поставить и больше не трогать давайте и и поставим по центру также в настройках этой камеры я могу отобразить рамку эта рамка но как бы показывает разрешение моего моего монитора и при помощи нее мне намного удобнее центрировать объект то есть я вижу где находятся границы снизу и сверху еще такой момент что не стоит когда вы делаете рендер ну в принципе если вы допустим рендерите отсюда материал с прозрачкой то вы можете налепить его потом на любой какой угодно фон вот но если вы выставляете композицию финальную здесь то не стоит делать отрыв от границы вашего как это сказать вашего скрина ну да вашего скрина то есть от границы в вашей рабочей области до материала не стоит делать слишком маленькой потому что в таком случае это называется вы его задушить и то есть если вы поставить шарик вот таким образом очень мало воздуха будет здесь и ну как бы это делает визуально этот шарик очень маленьким во первых во вторых очень тяжелым он начинает вываливым как бы выскакивать из кадра вот поэтому следите за тем чтобы ва ну ваши шарики чуть-чуть были отодвинуты чтобы вот расстояние от границы кадра давала чуть-чуть больше пространства чуть-чуть воздуха для него всегда пойдет на пользу вот здесь горец горит еще потом края обрезать но я не обрезаю честно говоря мне нравится так так теперь давайте залочим эту камеру вот этот вот замочек нажимаем на рендер камера и все я ее больше двигать не могу соответственно теперь я переключаюсь в main камеру и теперь я вижу где стоит моя основная рендер камера вот она здесь стоит вот так она не смотрит на мой шарик и соответственно теперь я понимаю куда я выставляю мой мой директ лайт кейлайт прошу прощения чуть-чуть отодвину подальше да кстати василина ты душишь свои шарики тем не менее выглядят они у тебя чё значит видимо то не но не до конца их додушилось сейчас я и горцу кинул твой шарик охренев от ковра да нет слушай ну тут но чуть-чуть можно было бы можно было бы чуть-чуть отодвинуть отодвинуть это я просто про про вот эту работу горе сейчас я загружу вася тут отожгла ну у тебя не такое большое расстояние слева справа вот и как раз обрезала вот эти места вот и гай который игорец посоветовал обрезать но я бы не сказал что здесь ну типа нет чуть-чуть еще если чуть-чуть еще придвинешь тогда точно задушишь тут вроде пока хотя я бы может быть чуть-чуть отодвинул и горец ты как тут да у нас настолько настолько крутой мат получился да что я типа честно говоря на бэк это не обращаю внимания там и бэк это нет там он такой одноцветненький такой с небольшим с небольшим свечением окей теперь давайте я переключусь в sky и чуть-чуть сделаю потемнее потемнее задник как договаривались так теперь давайте с римлайтом разберемся еще раз создаю источник света но теперь я создаю его уже не в не щелков куда-то на hdr-ку хотя бы хотя можно было бы вот я создаю его просто в пространстве так как этот источник света ну он будет немножко оторван от сцены мне нужно сейчас делать контровой свет подчеркнуть контур этого шарика потому что видите пока контур на не подчеркнул вот опять же здесь очень ярко видно что этот шарик прилип к заднику и как бы выглядит очень плоским теперь я перехожу в main к main камере чтобы у меня была возможность все это подвинуть и теперь у меня у него у свет источника освещения который я создал у него тип spot для источника для спота для настройки вот этого ширины этого пучка и затухания и так далее есть такая тема как категория spot все это не работает если у нас тип источника не соответствует споту но если spot то у него ширина конуса это spot angle spot sharpness это соответственно насколько размытый край от края до центра источника света насколько он четкий или размытый эту настройку я честно говоря не знаю но это мне кажется что связано с затуханием затухание от края к центру вот то что я вижу по крайней мере тот эффект но для римчика я здесь буду использовать тип освещения о мне давайте переключим сюда это у нас получается point light который светит во все стороны сейчас я его правильно размещу можно подобраться им достаточно близко к материалу и теперь из рендер камеры посмотреть как он у нас будет освещать наш материал что-то он не не дергается у меня по оси z но и бог с ним и и теперь когда у меня тип источника point light у меня будет работать такая такие опции как настройка шейпа что это такое это по сути дела размер вашего источника света то есть сейчас свет очень точечный то есть все лучики которые выходят из этого света они выходят как бы из одной точки когда я начинаю поднимать поднимать размер этого источника света видите да его размер указан вот таким вот полупрозрачным такой таким белым диском внутри этого внутри этого света и источника света и если я буду поднимать размер этого источника света это приведет к такому эффекту что тени на моих на моем объекте станут более размытыми ну вы представляете себе да что чем больше ваш источник освещения, тем более размытыми действительно будут тени. То есть, если светит ярко-яркое солнце, оно находится где-то в зените, оно супер-маленькое и супер-яркое, то тени будут очень четкие и направленные. Вот. Если вы на это солнце натянете огромный софтбокс в виде облаков, да, то тени станут сразу очень размытые, и освещение такое будет эмбентное. Вот. Также это работает и здесь. Поэтому у Point Light я очень люблю немножечко завышать радиус для того, чтобы для того, чтобы мое световое пятно на моем материале было более раздутое, не такое точечное. Ну, надо, конечно, из камеры настраивать эти вещи. Давайте посмотрим, как оно работает. То есть, видите, я поднимаю размер, и у меня сразу этот свет отступает чуть-чуть от центра и становится более широким по контуру. Это такой эффект. И сейчас мне не хватает его яркости, поэтому я чуть-чуть ее увеличу для того, чтобы он сильнее выделял этот материал. Теперь мы помним, что эти источники освещения могут также иметь какой-то тон, да, у света может быть температура там теплая или холодная, и всегда прикольно играть на контрастах, да, этого, ну, на разнице в этом тоне, да, допустим, Rim Light у вас будет холодным, а Key Light у вас будет теплым. Давайте я немножечко подкрашу Key Light. Он уже немножечко подкрашен, так он взял свет с HDR, но мне хочется немножко еще, во-первых, сделать его еще немножечко потеплее и немножечко подкрутить, сделать его чуть теплее по тону и по насыщеннее. И так как из-за насыщенности у меня упала общая интенсивность этого источника света, теперь я могу немножечко подкрутить Brightness, сделать его поярче. Также Rimчик я могу сделать теперь холодным. И тут еще такая штука, что ну, неплохо поискать хорошее сочетание теплого и холодного между собой. То есть, знаете, к разному оттенку теплого подходит свой оттенок холодного. Иногда бывает такое, что вот, например, сейчас у меня не очень сочетаются эти цвета, потому что, ну, типа, желтый сочетается с таким бирюзовым, как бы выглядит так себе. Вот. Нужно поискать немножечко эти оттенки. Ну, это, не знаю, это у кого глазище, как у художника, как у Василины. Вот. Тот подбирает крутые сочетания, как с ковром. Там прям все очень вкусно. Я прям чувствую, что Ubisoft все ближе. Вася, когда тебя возьмут в Naughty Dog, пожалуйста, скажи им, что это мы тебя выучили. Может быть, чуть-чуть зеленого, так как у меня HDR-ка зеленая. Ну, в общем, это такая. Это, знаете, поле для эксперимента. Теперь мне хочется немножечко приспустить Ambient Light. Почему мне захотелось? Потому что, смотрите, я сейчас увеличиваю интенсивность Keylight, пытаясь вытащить объем этого шарика, но увеличивать интенсивность Keylight я больше не могу, потому что у меня вот здесь в этом месте начинает возникать вот такой белый залип. Вот. Белые залипы это плохо, потому что это пересвет. Пересветы делать нельзя. Вот. Поэтому для того, чтобы, раз я не могу сделать этот материал ярче, увеличив таким образом контрастность, ну, значит, мы будем опускать интенсивность Ambient Light. Переходим в Sky и чуть-чуть дропаем интенсивность. И вот видите, теперь все прям заиграло другими красками сразу. Потому что он стал чуть контрастнее. Таким образом настраивается освещение. Ну, то есть дальше импровизировать освещение можно долго. Я так понимаю, что вот, например, в случае с Василиной у нее в сцене больше, чем два источника освещения. По крайней мере, ну, извините, я еще раз вернусь к этому ковру. Нет, нифига не к ковру. Здесь у Васи еще отожгла. Сейчас я вот. Ух, нифига себе. Новый вариант. Поправь меня, если я не прав. Вась, ты смотришь. Я так понимаю, что здесь вот один рим, вот здесь, причем этот рим, он как бы, видите, он срезает не четко не четко контур, а он светит таким образом, что контур на самом деле чуть-чуть темнее. То есть максимальный пик этого источника света находится где-то вот здесь. Вот это я вижу Keylight. И я, вот здесь, мне кажется, я вижу еще один контурный свет, да? И я не уверен, но мне кажется, что еще что-то светит сверху. Но не уверен. То есть видите, как бы здесь используется больше источников света, чем использую я. Ну, можно попробовать перенять опыт. Если, допустим, я хочу создать еще один римлайт, не хочу настраивать источник освещения с нуля, я могу его дублировать. Это у нас Ctrl-D. Нажимаем Ctrl-D, он дублируется, создается, ну, как бы в том же месте, поэтому увеличилась интенсивность. Ну, и теперь можно подвинуть его куда-нибудь, например, вниз. Назад. Назад, а я хотел, наоборот, его вперед чуть-чуть вытащить. Игорец тут подсказывает. Ну да, видите, у Васи четыре источника света, а у меня в моей сцене вообще два, но вот сейчас вот я пытаюсь подкрутить третий. Я создал еще один источник освещения и сейчас давай назад действительно засунем, мне кажется, что назад стоит. жалко, что я не, может быть, я могу, я просто не знаю этого. Могу ли я как-нибудь это, два вида включить, чтобы из мейн камеры, типа как в майке? Нет, наверное, да? Мне придется так всю жизнь переключаться между двумя камерой и кнопками. Нет горячих для этого. кто знает? Ну, это я вам скажу, Земля после завершения этого процесса глобального потепления полностью, то есть как бы если вы ржавчина континента, то как бы это уже точно, когда все растаяло. Чуть-чуть увеличу его объем, видите, так он резкий, когда увеличиваю объем, он прямо размывается по шарику, становится прикольнее. Можно делать длинным, как не он. Длинным? Да. А, видишь, у стейла есть еще стейли, правильно. Получается, у меня большая масса курса рисовать, и внизу я отрицаю. Шарик по умолчанию круглый, но у него также у шейпа есть настройки длины по х и по у. Увеличивая их, вы можете создавать такие немножко кастомные формы вашей источники освещения, то есть вот это, например, более похоже на трубку, и мне кажется, что это даст сейчас более прикольный эффект. Да. Смотрите, как круто. Ага. И теперь мне хочется немножко еще приспустить яркость HDR-ки, потому что мне контраста не хватает. Сейчас один. Типа того. Ну, то есть не хочу долго твикать, но в основном функционал с источниками освещения заканчивается на этом. Остальное, как бы, я думаю, здесь все понятно, вы разберетесь сами. Давайте дальше. Давайте к постэффектам. Есть настройки рендера и настройки камеры. Соответственно, давайте с настройками камеры сейчас. Я разлочу эту камеру. А, да, вот эти вот Point Light я засуну в группу под небом, на тот случай, если я вдруг случайно или умышленно подверну мое небо, чтобы мне потом не пришлось переставлять источники освещения вот эти. Соответственно, теперь, когда я вращаю мое небо, у меня весь сетап вращается вместе с ним. Можно, кстати, по-моему... А, ну да. Так, в настройках камеры что у меня есть интересное? Так, где у меня рендер камера? Во-первых, у меня есть FOV, это у нас фокус... Нет, 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 FOV это фокус... Ширина объектива, да, вот, спасибо. У нас есть настройки ширины объектива, где они находятся. Фокус на объективе. линзы, вот они. Field of view, ну, типа, кто знает, это, грубо говоря, маленькое фокусное расстояние, допустим, 20. Это широкоугольник, это то, что называется, да, то, что называется эффект рыбеглаз. Тогда перспектива очень большая, искажения при приближении к объекту очень-очень-очень значительные. Ну, и дальше, соответственно, чем больше, тем меньше искажений, тем меньше перспективы. Насколько я помню, человеческий глаз это 50, да. Поэтому, если мы поставим 50, мы плюс-минус будем видеть то, что, то, как воспринимает этот человек. Но, честно говоря, я для демонстрации материалов иногда люблю поставить и побольше, потому что перспектива здесь нафиг не нужна. Здесь, кстати, какая-то обратная тема, что чем больше, тем больше рыбеглаз. Да, Игорец подсказывает, что это потому, что эта настройка это не ширина объектива, а угол зрения камеры. Соответственно, здесь обратная логика. Чем меньше, тем меньше рыбьего глаза. Ну, соответственно, здесь и не 50, да, получается? 50 градусов, а не 50 миллиметров. Да, то есть, смотрите, человеческий глаз это 50 миллиметров, а не 50 градусов. А сколько это будет в градусах, я честно говорю, вот, 50 миллиметров, соответственно. Вот, здесь в миллиметрах, здесь в градусах. Все, разобрались, слава тебе, Господи. Ну, можно, честно говоря, и побольше поставить, потому что перспектива здесь вообще не нужна. Что-нибудь такое. В играх, я думаю, по-разному, в разных играх по-разному. Это смотря, вопросы с чата, Гена спрашивает, в играх вроде 90 обычно, смотря в каких, ты имеешь в виду от первого лица или от третьего лица? Мне кажется, что везде может быть немножко по-разному. Давай. В играх часто настраиваются примерно от 70 до 120. А в играх мы видим картинку не ту, как человеческий глаз их видит, а как она будет выразительной и как полезной, ну, как она будет работать в геймплее. То есть, в играх мы всегда смотрим через камеру, а не через глаза. И, может быть, другой угол обзора, потому что тебе нужно видеть, например, большее поле боя в Call of Duty или Battlefield, ну, просто больше информации. Это не имитация глаз. Поэтому, когда ты надеваешь VR, если посмотреть игры VR, у них всегда очень небольшой угол обзора, меньше, чем в обычных играх. Если посмотреть скрины и видео, там всегда 50, чтобы у человека не укачивало, чтобы ему, естественно, казалась перспектива. Вот. Игорец знает больше. Далее. Далее с камерой. У меня есть здесь настройки фокусного расстояния. Фокусное расстояние, кто знает, это, соответственно, блюр. Когда объект начинает блюриться, когда он выходит из этого фокусного состояния, это, грубо говоря, да, глубина резкости. Глубина резкости у нас настраивается таким образом. Ну, во-первых, ее нужно включить, это делает галочкой Depth of Field. Вася очень любит глубину резкости, у нее прям, что ни материал, то, блин, шикарный блюрчик. Далее мы указываем фокусное расстояние, оно зависит от того, на каком расстоянии находится наш объект, ближе и дальше. Соответственно, мы просто ловим это ручками. Конкретно здесь это соответствует 250, я так понимаю, 5. Соответственно, теперь у нас центр шарика у нас резкий, по краям он начинает блюриться, потому что как бы находится не в фокусе. Далее у нас находят, есть настройки для блюра ближайшего, то есть в том случае, если, допустим, у меня этот шарик начинает блюриться, Near Blur, Far Blur, в какой-то момент вот эта настройка может чуть-чуть заблюривать как этот передний фон. Вот, смотрите. Когда фокусное расстояние превысило, то, ну, скажем так, превысило фокусное расстояние этого шарика, у нас есть настройка Near Blur, которым мы можем скручивать этот блюр. Так, сколько там было у нас? 255. Вот, и у нас есть настройка Far Blur, которая делает, заблюривает, ну, который мы можем настроить интенсивность нашего блюра на отдаление, соответственно, вот там. И, кстати, я хочу заметить, что в этой версии Marmoset'а они перелопатили блюр, потому что раньше, пока ты Resolution вот здесь вот не поставишь два к одному, ничего у тебя нормальный показываться не будет, а тут прям такой эффект добротный. Опс. Окей. Ну, давайте там поставим что-то порядка пятнадцати. Ну, и дальше тонкие настройки, которые не трогаю, ибо потому что сам не знаю. также на камере у нас есть крутилки, которые позволяют нам цветокорректить нашу, всю нашу сцену впоследствии. Значит, у нас есть экспозиция. Как очень грамотно однажды мне Игорец объяснил, что такое экспозиция, это когда это когда у вас освещение в сцене настроено уже правильно, ну, то есть, грубо говоря, каждый источник света относится друг к другу с правильной интенсивностью. Окей, лайт у вас светит правильно, римлайт светит правильно, хорошо настроен эмбиент, вот, но теперь вам хочется взять и всю сцену сделать поярче или потемнее, для того, ну, для того, чтобы не крутить каждый источник света в отдельности, есть отдельная крутилка, которая называется экспозиция, которая одновременно поднимает экспозицию во всей сцене, делая ее ярче, соответственно, или темнее. Ну, к этому мы еще вернемся. Далее, контрастность, контрастность вообще никогда не бывает лишней, но здесь есть такой момент, что вот эта крутилка, она очень-очень чувствительная. То есть, видите, например, если я подвину контрастность на одну сотую, результат будет уже ощутимо другим. Поэтому, ну, соответственно, если я там, допустим, поставлю сюда 1,5, тут уже будет совсем откромешно, еще больше похоже на землю, кстати. вот, но поэтому с этим нужно быть поаккуратнее, но, знаете, добавить контрастности всегда, всегда будет работать в плюс. То есть, давайте там я поставлю сейчас 0, ну, тринадцать тысячных, и обратите внимание, что каждый раз, когда я увеличиваю контрастность, у меня в целом уменьшается яркость всей сцены, из-за контрастности у меня уменьшается яркость всей сцены в целом. Поэтому, возможно, если контрастность я поставлю там, допустим, повыше, в какой-то момент мне захочется поднять экспозицию. Но с экспозицией можно так не церемониться. Окей. Теперь у меня есть крутилка Saturation, которую я обычно не трогаю, потому что и так все в порядке. Есть Sharpen, Sharpen тоже никогда не бывает лишний, Sharpen это, соответственно, резкость. Вообще, еще сами текстуры неплохо бы шарпить, но, по крайней мере, Roughness точно неплохо было бы пошарпить, и Albedo. Это нужно было делать в дизайнере, я это забыл сделать, поэтому мы это сделаем на следующем материале и к этому вернусь. Здесь есть отдельная крутилка Sharpen на камере, которая сделает все чуть-чуть резче, то есть вот таким образом. Переборщивать с этим не надо, потому что, если вы переборщите, в какой-то момент у вас появится в картинке вот такой вот белый шум, поэтому Sharpen можно чуть-чуть поднять, но нужно следить для того, чтобы самые резкие места не начали звенеть. Звон это как раз вот еще одно словечко, которое, к которому привыкаете. Вот. Дальше у нас есть Bloom. Это, соответственно, у нас свечение. Чем выше эта настройка, тем ярче будет светиться самые засвеченные области на вашей модели. Ну и размер этого Bloom, соответственно. Это все относится к постэффектам. Я, честно говоря, Bloom не люблю вне движка, поэтому мне вот так вот самое оно. Вот. Виньетка. Это затемнение по углам. Можно чуть-чуть ее поднять. Пускай будет. Она все затемнила. Еще немножко дернем exposure. Может быть, чуть-чуть скрутим контраст. Слишком сильно. Ну и немножко потвикаем. Знаете, твикать это я люблю. Grain это песок. Это такой эффект типа песка. Ну, некоторым нравится. Мне не очень. Окей. С настройками камеры мы разобрались и с цветокоррекцией на камере мы разобрались. Теперь давайте поговорим про настройки рендера. Настройки рендера у нас находятся вот здесь. Здесь их, в общем-то, не так много. Что у нас здесь есть? Первая настройка, которая все делает немножечко лучше, это resolution. Сейчас resolution выставлен один к одному. Что это значит? Это значит, что эта картинка рендерится в том разрешении, в котором она, ну, в разрешении монитора, грубо говоря. Если я отрендерю эту картинку, у меня каждый отрендеренный пиксель будет соответствовать, ну, как Pixel Perfect это называется, когда типа разрешение картинки актуально разрешение монитора. Однако же здесь я могу выставить разрешение двойное. Вот таким образом. Что это значит? Это значит, что он рендерит эту картинку в удвоенном разрешении, то есть там, если это Full HD, он это рендерит там, типа, сколько там, Full HD это 1920, это почти 2К, то есть он рендерит ее 4К на 2К, а потом пережимает. Таким образом у меня увеличивается резкость. Вот обратите внимание, что у меня сейчас разрешение один к одному, и это лучше всего как раз видно на вот этом эффекте блюра, видите? Так как блюр у меня очень неинтенсивный, на краях этого шарика появляются вот такие вот артефакты. Видите, здесь такая лесенка. Вот, это как раз из-за недостатка разрешения. Когда я перещелкиваю разрешение на двойное, из-за того, что картинка рендерится в двойном разрешении, а потом пережимается, эта лесенка становится намного менее заметной. но если у вас вы испытываете трудности с вашей видеокартой, помните о том, что переключение на двойное разрешение всегда утяжеляет вашу сцену, то есть не знаю, ну нет, сейчас на этом шарике это не страшно, но если я сюда сейчас быстро воткну кирпич, вот, то с этой тесселяцией у меня уже компьютер начинает немножечко подтормаживать. Если вы воткнули двойное разрешение и хотите, не хотите каждый раз возвращаться к этим настройкам для того, чтобы отключать его, подключать его, выключать какую-то постобработку, которая утяжеляет вашу сцену, здесь вот есть такая кнопочка ракета, вот, нажав на которую вы отключаете всю постобработку и, ну, типа, все эффекты одной кнопкой. Таким образом, если вам нужно вдруг подвигать вашу камеру или источники освещения, вы нажимаете к ту кнопку, двигаете, потом отжимаете ее и он все возвращает назад. В данном случае, вот видите, я перещелкиваю, у меня вот здесь появляются такие интересности. Так, давайте вернемся к рендер-камере и дальше про рендер. Ну, дальше у меня, соответственно, HiDP, это, я так понимаю, галочка, не буду говорить, не знаю. Antiolizing, это у нас сглаживание по краям, соответственно, с блюром это не очень будет видно и двойным разрешением, но если я отключу блюр, отключу Antiolizing, то я не знаю, видно ли вам на ютубе, кнопка пробел убирает интерфейс, видно вам ли на ютубе, но вот здесь вот по краю вот этой сферы идет такая как бы лесенка из пикселей. Вот, и как раз вот Antiolizing это то, что убирает вот этот вот эффект, сглаживая эти пиксели, делая их по контуру немножечко, немножечко блюрными, полупрозрачными. Смотрите, я сейчас врубаю в камеры Antiolizing. Да, я думаю, что так будет видно. Вот, видите, я включаю Antiolizing, просто это долго сейчас фотошоп открывать. Вот, и вот эта вот лесенка исчезла, поэтому включенный Antiolizing всегда смягчает края. Теперь давайте я верну двойное разрешение и я верну блюр. Отображение сетки, понятно, это сетка, мы можем делать ее прозрачнее, более прозрачной, менее прозрачной, ну и, соответственно, выбрать цвет этой сетки, это вдруг, если вам нужно на модельке сетку показать. Local Reflections и GI. GI это у нас Global Illumination, ну, это фейк, конечно, вот, то есть, ну, типа нельзя сказать, что это честный Global Illumination, как в каком-нибудь, ну, в каком-нибудь трендере, не real-time, но это, по крайней мере, это пока, а? Это здесь, ну, да, вот Игореха подсказывает, что это воксельный GI, это типа такая технология, которая, ну, имитирует настоящий Global Illumination, а настоящий Global Illumination, это технология, по сути дела, трассировки лучей, когда ваши лучики, вашего света начинают переотражаться, и они переотражаются с затуханием, соответственно, они забирают с собой, ну, скажем так, забирают с собой информацию о цвете, соответственно, там, свет начинает подмешиваться, переотраженный, других объектов, и так далее. включив эту кнопку, мы добавляем этот GI в нашу сцену, что это? Шоу-воксель. Вот, Игореха говорит, типа, если нажать, ну, да, давай, прокомментируй. Если вы нажмете шоу-воксель, вы можете видеть сами эти воксели, можете покрутить их размеры, ну, то есть, вы видите, как имитируется свет, он просто, ну, это такой фейк, но фейк, который очень хорошо работает, сейчас это самая горячая технология, GI, а GI очень сильно добавляет выразительности и мягкости реальности, потому что без GI, когда вы строите локации, когда вы делаете просто сферу, GI особо влияния никакого не будет иметь, но если вы строите локацию, GI очень сильно меняет свет, освещение и создает тот самый ambient light, который мы имитируем с помощью skylight. Вот это вот. Ну, и все, собственно. Ага, спасибо. Соответственно, у нас есть настройка с яркостью этого GI, мы можем сделать там это глобальное освещение чуть поярче, чуть менее ярким. Ага. Далее у нас идет, слушай, ты можешь рассказать про Local Reflections? Пожалуйста. А что вы рассказали мне? Что это такое и почему ты их не любишь? Ладно. Есть такая штука, Local Reflections, это хитрая иллюзия настоящего отражения, а если у нас бы в сцене было две сферы, Command, давай-ка я сделаю вот так, чистый материал, так, у тебя двойное разрешение, да? Любишь ты в двойном разрешении работать? Как бы ракетах. Так, Command, я его сдвину и на него положу уже кирпич. Видите, что получается? Он создает как бы иллюзию настоящего отражения, он как бы отражает соседние объекты. Это очень прикольная штука, она хорошо работает, но она не очень аккуратная, это все-таки имитация, это не настоящее отражение, это все-таки имитация отражения, хотя довольно хорошее, мало-то у нас расстояние, видите, что получается, она на расстоянии пропадает. То есть, оно работает, это как бы нечестный, этот, простите, я сбил тебе камеру, это как бы нечестный raytrace, это вот такая имитация. Вот и все, что нужно знать. А, ну, если выключить уголку, видите, что получается, нет отражения, вот что она делает. Но, на самом деле, Игорь-то не любит этот эффект, из-за того, что на глянцевых объектах, то есть, если у них RAF нас равен нулю, чего не бывает, мы увидим довольно четкое отражение, поэтому прикольно, а если мы RAF нас начинаем чуть-чуть поднимать, и наш объект становится матовым, видите, это отражение становится таким немножечко песочным. Вот, и вот этот песок, он иногда, ну, особенно на каких-то сложных объектах, выглядит как баг, то есть, вы смотрите, и вы не понимаете, отражение или ошибка. Вот, поэтому, собственно говоря, лучше использовать GI, чем Local Reflection. Так. Ambient Occlusion тоже, мы особо сейчас не увидим этот эффект, но здесь речь идет о Screen Space Ambient Occlusion, и это Ambient Occlusion, который считается в реальном времени, то есть, у нас есть Ambient Occlusion, который запечен в текстуру, и он никуда не девается, он не отменяется, он содержится вот здесь. Вот, но также у нас есть Ambient Occlusion, который считается поверх всей сцены, ну, в реальном времени, то есть, опять же, если у меня здесь появится вторая сфера, то, задействовав этот Ambient Occlusion, я сейчас не очень это увижу, наверное, из GI, вот, я отключу GI, чтобы было лучше видно, что происходит. Вот, я включаю Ambient Occlusion, и вы видите, на стыке этих двух сфер появляется вот это вот затенение. Ну, и здесь у нас есть настройка силы этого затенения, опять же, перебарщивать не стоит, потому что добавляется песок, вот, ну, и, соответственно, когда мы рендерим один шейвербол, который висит в воздухе и совершенно ни с чем не интерактирует, получается, что нам не очень как бы нужна эта настройка в принципе. Ну, и дальше Watermark, это, типа, Marmoset-овский логотип, который вы можете зафигачить сюда, чтобы поощрить разработчиков на предмет, смотрите, в какой программе я отрендерил свой мат. Вот примерно, наверное, и все, что мне хотелось рассказать про Marmoset, и про то, как подавать в этом деле материали. А, да, давайте поговорим сейчас по поводу того, как выводить отсюда картинки. Сейчас я вкину сюда кирпич. Вау! Это я сделал. Вот. И сейчас, одну секундочку, подвернем его каким-нибудь выгодным углом. Ага. Я хочу... Верните мне мое двойное разрешение, чтобы совсем все умерло. Ага. Вот. И, соответственно, теперь да, мы будем делать ржавчину в пейнтере на канистре. Нужно будет подождать до воскресенья. Мы дойдем до канистры в воскресенье, и там будем делать ржавчину. Если для... Если после этого вам понадобится отдельно рассказать, как я делал ржавчину в дизайнере, я без проблем это сделаю. Просто напишите мне. Но дождитесь с начала пейнтера. Итак, мы зарендерили наш материал, настроили все крутилки, все вертикальные вверх, все круглые вправо. В общем, материал выглядит хорошо. Теперь мы хотим сделать с этого со всего как этот снапшот, картинку. мы идем в настройку Capture, и здесь мы долистываем до Settings. Открываем Settings. Settings, как видите, у нас здесь довольно скромные. Тут наше разрешение, в котором мы собираемся рендерить. Тут у нас сэмплинг, то бишь количество, то есть качество, грубо говоря. Я, кстати, никогда-то видел, что здесь есть сэмплинг 100. Вот. Я никогда не делал так, но я всегда сэмплинг делал. А, ну, это же самое вкусное, что тут есть. Вот. Дальше у нас формат, в котором мы собираемся экспортить, и дальше самое главное это галочка Transparency. Если мы ее не поставим, то есть давайте я нажму ОК, и как делать скриншот? Я Capture, и здесь есть две опции. Первая это Image, вторая это Image and Open. Если я просто сделаю скриншот, то бишь нажму F11, вот я нажимаю F11, он думает, думает. И на рабочем столе, я сказал на рабочем столе, он что, все еще думает? Возможно, это потому, что я выставил сэмплинг бешеный, и он там где-то в закромаху себя рендерит, а возможно, потому что я просто на кнопку не нажал. Увидим, что на рабочем столе? До стопудов. Ты же обновил его, может, оно произвелось? Вот он. Вот он создает мне скриншот, и как вы видите, у меня здесь этот кирпич идет вместе с бэком. Теперь давайте вернемся назад. Зайдем сюда. Settings. Где сфера Лебовский? Да, я про ржавчину сказал. А, да, домашку без нее, домашку мы ржавчину не делаем. Мы на самом деле, смотрите, ну вот, посмотрите на, сейчас скажу, у нас здесь шло месиво последнюю неделю между двумя этими лекциями в канале общения, да. Посмотрите, тут как бы уже материалы идут, ну вот, например, Серега делает, вообще в отрыве от того, что нужно. Вот, но мы будем это разбирать и фидбэчить, поэтому это хорошо, да, то есть, если вы проявляете инициативу и там выбираете для себя какие-то работы, сами подыскиваете и начинаете экспериментировать, если вы чувствуете в себе уверенность и силы и, как сказать, готовность закончить дело, то это только в плюс. Если нет, то идем по лекциям. Да, я хотел показать альфу. Итак, мы нажимаем галочку транспаренси, я хочу оставить 100 сэмплов, но я не могу себе это больше позволить. Давайте 25, окей. Я нажму окей, и я нажму capture, и нажму F11. Если я нажму image and open, он сделает мне скриншот и автоматически откроет в фотошопе. Смотрите, нажимая F10, ну там, или image and open, он думает, пока он думает, я пью кофе. Старичкам просмотр лекции по домашке доступен. Доступен, мало того, старички могут сдавать домашку и будут получать точно такие же фидбэки. И вот мой рендер материала, вот я открыл его, вот он открылся в фотошопе, и видите, что он на прозрачном фоне, это значит, что теперь я могу зафигачить сюда абсолютно любой фон. Друзья, вопросы? Гена, Вася там вообще просто харасит как по полной. Ничего страшного. Друзья, если вопросов нету по этой части занятия, тогда мы сейчас прервемся на перерыв и во второй половине будем уже разбирать Substance Painter. Я хочу напомнить, что я уже говорил об этом и давайте с вами договоримся, что в пятницу вы сдаете домашку в том объеме, в который вы ее сделаете, в который вы будете готовы ее показать. Давайте с вами договоримся, что материалы мы подаем в Мормосете. Потому что в прошлый раз объясню просто почему, почему такая просьба откуда взялась, потому что в прошлый раз люди подавали материалы как угодно и в результате это приходило к тому, что я не мог под общий знаменатель это все подогнать, потому что согласитесь, что материалы в вьюпорте дизайнера выглядят совсем не так, как они выглядят в Мормосете. И тем более там материалы, которые заиспорчены в какой-нибудь скетчфаб, они выглядят еще по-другому. Поэтому, чтобы прийти к какому-то стандарту, чтобы у меня была возможность отфидбэчить не только сам материал, но и его подачу, сказать, что там не так с освещением, какие крутилки стоит покрутить, давайте договоримся, что мы все материалы презентуем в Мормосете. собираем вот так же сцену, как я сейчас показал, настраиваем освещение, выбираем выгодный ракурс, выгодный там, выгодный сетап, и подаем вот максимально вкусно, потому что это будет полезно не только для меня, в плане того, что мне будет легче просматривать ваши материалы, но и также для вас, что вы будете получать готовый результат, который не стыдно положить на арт-станции, например. не-не-не, только рендер, Леш, только рендер, сцена не нужна, если вдруг я увижу, что там какой-то косяк по освещению, тогда я просто сам сцену попрошу, но просто к этой сцене нужно будет еще очень много чего дать, ну, как бы до кучи, то есть нужно будет все карты дать, мешку дать, как бы это, ну, не думаю, что... тут не так много настроек, чтобы лезть в исходник, поэтому, когда мы сдаем домашку, мы сдаем картинку, скриншот из мармасета, вот такой, как у меня сейчас на экране, и прикладываем обязательно график из Substance Designer, чтобы у меня была возможность открыть этот график при необходимости, не ждать, когда человек его зальет. Ладненько? Какие именно отдельные карты? Тань, поясни, пожалуйста, вот ты говоришь, как вытаскивать отдельные карты из дизайнера, какие именно? А, все, я понял, сейчас покажу. Может и можно, более того, Вась, в марме как-то можно сделать так, что это потом еще и на ArtStation пойдет в просмотрщики, но я, честно говоря, так никогда не делал. Я не, ты вру, я один раз разобрался с этим, как это делается, понял, закрыл и забыл, и больше никогда не делал. Это делается, насколько я знаю, через, там в мармасете есть еще один пусковик, который запускает отдельный просмотрщик. Вот через него это делается. Сейчас я покажу. Давайте, C, L, где там? Вот он, мармасет. Вот вьювер, в папочке вьювер есть этот, собственно, вьювер. И вот как-то через него, по-моему. Или из основного. А вот это зачем тогда нужно? Ну и я, короче, не в теме. Так, по поводу Танинова вопроса, как вытащить отдельные карты из дизайнера. давайте. Тинг. Граф надо свое открыть, а у меня из ресентов вылетел, прошу прощения. О-о-о, тут еще и альфа намучен. Видал альфу, Игорец? Да, это я случайно в альфу воткнул вот эту вот маску, дерт, и он дал такой клевый эффект. Короче, по поводу твоего вопроса, как вытаскивать карты. Вот, щелкаем на ключик, здесь Export Outputs нажимаем, здесь выставляем галочки напротив всех аутпутов, которые мы хотим экспортить, здесь куда, здесь в каком формате, здесь с каким именем. Нажимаем Export Outputs, и он экспортит. Есть такая галочка, которая, поставив которую, вы автоматически экспортите все ваши аутпуты, тогда, когда в них вносятся какие-то изменения. Критически не рекомендую включать эту галочку, если у вас не SSD. Ну, диск, я имею в виду, неотвердительный. Иначе будет смерть. Игорец, отдельно Normal, я просто смотрю, не пропустил ли я ни одного вопроса. Окей. Друзья, с экспортом Armoset, тогда разберите, ну, помогите друг другу в канале общения, потому что я тут бессилен, я не хочу притворяться, что я, типа, эксперт. Все, тогда на этом закончим, и давайте прервемся на полчаса, сейчас в 8.50, в 9.20 мы встречаемся и начинаем разговаривать про Painter. Спасибо вам большое, до скорых встреч. До новых встреч.